Цены на бензин растут даже ночью. На днях в известной барнаульской социальной сети появилось фото, на котором видно, что на 30 копеек выросла цена на бензин всего за одну минуту. Такие фото, конечно, не показатель, но то, что цена растет в ежедневном режиме, ощущают на себе все автомобилисты края, приезжая на автозаправку. Это вопрос-то вообще, ну, бьет по карману на самом деле. Приходится заправляться. Приходится ущемлять себя в чем-то другом. Детям меньше достается. Да почти на 4 рубля. Если на начало месяца и сейчас сравнить, каждую неделю по 50 копеек. Просто безмерно подняли и все. Конечно, ужасно. А что хорошо? Ни в одной стране мира так бензин не растет. Я даже и не замечаю цен, честно сказать. Я заправляюсь и все. Но позволить себе не замечать рост цен могут не все, пока на заправочных станциях по-прежнему много клиентов. Но если цены еще взлетят вверх, возможно, некоторым придется отказаться от авто и пересесть на автобус. Специалисты говорят, остановить рост цен можно только на федеральном уровне. Если не вмешается правительство и не введет плавающие акцизы на нефтепродукты, то в ближайшее время, я думаю, что понижение цены нам точно не стоит ожидать. Правительство может снизить акциз. Как я уже сказал, акцизы в цене бензина – это более 65% в цене. И, соответственно, только понижением акциза можно получить снижение оптовых цен. Пока в целом по стране прогнозы с бензином неутешительные. В соседней республике Алтай цена на топливо уже составляет 45 рублей за литр. Такая скоро будет и у нас в регионе, говорят эксперты. Чтобы решить проблему на прошлой неделе, российские общественники написали письмо Дмитрию Медведеву, чтобы он обратил внимание на топливный рынок и повлиял на сдерживание цен. Ответ пока не получен. Валентина Аскерова, Паул Ларнин. Наши новости.